В 2008 году стартовал в Ленинском районе краеведческий конкурс «Наш край». Он проводился и по сей день проводится при участии Управления образования по делам молодежи, культуре и спорту, муниципалитета, а также историко-культурного центра. Учредителем его является районная администрация, вдохновителем общества краеведов. На прошлой неделе состоялось подведение итогов и награждение победителей 8-го краеведческого конкурса. Начиная с прошлого года, наш конкурс стал не просто районным краеведческим конкурсом, а открытым районным краеведческим конкурсом, что означает возможность участия в этом конкурсе также москвичей и жителей Подмосковья. Победители 8-го открытого краеведческого конкурса «Наш край» определились в пяти возрастных группах. Дипломом первой степени был отмечен материал Марии Шаминой в номинации «Исследовательская краеведческая работа». Название ее «Видное-видное». Приезжаю в дальневосточный город Хабаровска к своим родственникам. И как-то раз мы решили съездить на очень красивое озеро с лотосами. А неподалеку от этого озера есть село Видное. И мне очень стало интересно, а есть ли еще другие населенные пункты с одноименным названием. Оказывается, что в России существует четыре населенных пункта с названием «Видное». Участие в краеведческом конкурсе дает возможность подрастающему поколению реализовать свои мечты, заняться любимым делом, при этом не только получить награду, но и увидеть публикацию своего исследования на страницах сборника работ победителей. «Интересно, когда дети самых младых лет увлекаются этим делом. Будем надеяться, что из них вырастут настоящие краеведы, которые будут понимать, знать наш край и рассказывать о ним уже новым поколениям». Тему краеведения продолжим с нашей гостьей, сотрудником районного историко-культурного центра, членом жюри конкурса «Наш край» Натальей Замариной. Наталья Феликсовна, здравствуйте. Поделитесь своими впечатлениями об этом конкурсе. Впечатления самые яркие, и они, пожалуй, еще не улеглись окончательно. Но самым отрадным для меня в этом конкурсе является то обстоятельство, что конкурс мы встретили сразу с двумя сборниками работ победителей и участников седьмого и восьмого конкурса, уже открытого конкурса «Наш край». И мы эти сборники с большой радостью дарили и победителям, и участникам, и гостям нашей конференции, посвященной подведению итогов конкурса. Должна сказать, что сборники наши стали очень красивы, потому что в их оформлении используются фотографии Владимира Степановича Меньшова, всеми нами любимого. Сборники, как всегда, по традиции, потрясают своим тематическим разнообразием, так как предметом краеведческого исследования может стать все, что угодно, начиная с родословной, своей собственной родословной, и заканчивая храмом, купол которого видно из окна, творческим коллективом, в котором прошли твои детские годы, спортивной секцией, историей усадьбы, историей географического названия знакомого тебе с детства. Сборник этот, вот сборник и 8, и 7, сопровождены вот таким диском, на котором размещены материалы краеведческих видеоэкскурсий. Эта номинация новая, она введена в 2014 году, и являясь членом жюри конкурса, я как раз принимала участие в оценке вот этой номинации. А где можно взять эти книги? Эти книги можно взять в Историко-культурном центре. Приходите, пожалуйста, мы с вами поделимся, хотя тираж очень маленький, поэтому спешите. Спасибо большое, Наталья Феликсовна, за интересную беседу. А я напоминаю, что в нашей студии была Наталья Замарина, и говорили мы о прошедшем краеведческом конкурсе «Наш край». И переходим к другим темам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...